AMC – американская компания с богатой историей, имеющая сразу два центра разработки в разных частях света – в Лос-Анджелесе и в Лондоне. С 70-х годов и по настоящее время под маркой AMC производятся компоненты для систем домашней автоматизации. Последние 25 лет, параллельно с технологиями умного дома, компания занималась разработкой и производством Hi-Fi-аппаратуры для других брендов. А спустя годы на рынке появились усилители с собственным логотипом на борту. Сегодня в список Hi-Fi-компонентов AMC входят разнообразные усилители, фонокорректор, ЦАП и несколько источников сигнала. В этом видео мы познакомимся с двумя современными моделями усилителей – классическим транзисторным и гибридным, сочетающим схемы на полупроводниках и лампах. Две последних буквы в обозначении модели AMC XIA-100SE говорят о том, что перед нами не базовая, а специальная версия. Усилитель с индексом SE имеет расширенные функциональные и коммутационные возможности. Так, например, предыдущая версия имела лишь аналоговые входы и цифровые в виде опции. А в версии SE по умолчанию уже установлена пара цифровых оптических входов. Кроме того, появился встроенный тюнер, принимающий аналоговое и цифровое радио. В качестве опции в версии SE предлагается порт USB для подключения компьютера как источника сигнала, а также пара дополнительных коаксиальных входов и фонокорректор. Интеграция в систему управления осуществляется посредством интерфейса RS-232, а управление по сети Ethernet доступно в качестве опции. Модульная конструкция была заложена в компоненты AMC на заре создания фирменной линейки. И благодаря этому мы можем выбрать такую конфигурацию усилителя, которая минимизирует количество дополнительных устройств в системе. Что же касается основной функции, AMC XIA-100SE имеет традиционный транзисторный усилитель, работающий в классе AB и выдающий по 100 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. Высокое качество звучания обеспечивают выходные транзисторы MOSFET, мощный тероидальный трансформатор блока питания и фильтрующие конденсаторы большой ёмкости. Для работы с наушниками в устройстве имеется отдельная схема, способная справляться с нагрузкой до 600 Ом. Основной усилитель при использовании наушников отключается автоматически. Отдачу по низким и высоким частотам и баланс можно скорректировать с помощью отключаемого тембра блока. Стереоусилитель с ещё более сложным наименованием CVT3100MK2 имеет два существенных отличия от традиционных гибридных моделей. Во-первых, лампы в этом усилителе не выставляются на показ, они не торчат сверху и не демонстрируются в окошке как элемент дизайна. Характерное свечение можно разглядеть только сквозь вентиляционные решётки корпуса. А во-вторых, схемотехника, используемая инженерами AMC, уникальна и существенно отличается от традиционного взгляда на гибридные лампово-транзисторные схемы. Обычно, когда речь идёт о гибридах, подразумевается, что лампа, как компонент красиво звучащий, но маломощный, используется в схеме предварительного усилителя, а на выходе работают мощные и энергоэффективные транзисторы. В гибридном усилителе ATMC ситуация прямо противоположная. За предварительное усиление здесь отвечает полупроводниковая схема, а усилитель мощности — это гибрид в самом буквальном смысле этого слова. В его драйверном каскаде используются MOSFET-транзисторы, режим которых организован аналогично ламповому усилителю класса А. При этом выходной каскад собран уже на реальных лампах. В каждом канале установлено по две КТ-88, работающих в связке с выходным трансформатором. По задумке разработчиков, такой подход позволяет совместить лучшие звуковые свойства ламповых усилителей с динамичностью и долговечностью работы транзисторных схем. Так или иначе, на нагрузке 8 Ом этот аппарат выдаёт внушительные 80 Вт мощности. А как звучит подобная конструкция, мы разберёмся чуть позже. Коммутация и функциональность гибридной модели не столь богата, как у транзисторной, но аналоговые входы также дополнены цифровым оптическим. Кроме того, на борту имеется фонокорректор. Примечательно также наличие выхода предварительного усилителя, который позволит в будущем произвести апгрейд по мощности или организовать режим биампинга. Гибридная модель также оснащается высококлассным усилителем для наушников и отключаемым темброблоком. Для сравнения усилителей мы собрали систему с сетевым проигрывателем Cambridge Audio CXN V2 и акустикой PenAudio Talvi. И источник, и акустика обладают высоким разрешением. И самое главное, они в достаточной степени нейтральны, чтобы можно было прочувствовать характер звучания каждого усилителя. Первое, что стоит заметить, обе модели хорошо справились с напольной акустикой, не утратив контроль даже на самых нижних нотах. Кроме того, оба усилителя порадовали высокой степенью детализации и хорошей динамикой. При этом разница в подаче музыкального материала была весьма ощутимой. Транзисторная модель обеспечивает более ровный тональный баланс. Звук получается прозрачный, что особенно заметно на верхних частотах. Любая музыка воспроизводилась этим усилителем одинаково уверенно и точно. Гибридная модель дала более теплый и мягкий саунд с чуть приглушенным верхом и выразительной серединой. Музыка звучала более объемно и насыщенно. Тембры получились богаче. Особенно это было заметно на вокале, джазе и акустической музыке. При этом по энергичности звучания и способности отрабатывать четкие ритмы, гибридная модель мало в чем уступала транзисторной. Сравнить звучание двух усилителей вы можете прямо сейчас в бинуральной записи. Подключайте свои наушники и мы начинаем. Гибридная модель 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 Гибридная модель